Ой, видишь, как красиво. На душе легко стало, съездили на родину. Перед самой смертью она успела побывать на малой родине, в Усть-Пристонском районе. Валентина Катенева – тот самый фельдшер, которого сбили на трассе Барнаул-Новосибирск в октябре прошлого года. В тот день бригада приехала на помощь пострадавшим в ДТП. Валентина пошла к разбитой машине. Он был труп уже. Там фельдшер отошел с водителем, а она чуть-чуть задержалась. Ну, как бы сказать, в силы своего, может быть, это посмотреть еще раз, убедиться, что это. В этот момент фельдшера сбила машина, которая, по словам очевидцев, вылетела на высокой скорости. Татьяна – лидер, сестра погибшей. В каком-то смысле женщина потеряла часть себя, ведь сестры были близнецами. Обе 45 лет в медицине. Татьяна тоже работает на станции скорой помощи. Она вышла не в свою смену как раз, ну, на подработку, потому что надо по двое же работать. А там она вышла, это даже не ее смена была. Ну, потому что у нас так принято помочь коллеге. Или она одна. Еще всегда, там каждый день автодорожки случаются большие. Ну, вдруг автодорожка какая или что-то. Она говорит, сейчас отработаю, приеду к вам на три дня. И она приехала действительно. Вот на три дня, на третий день мы ее похоронили. Новолтайский городской суд. Это уже 14-е заседание по делу. Девушка, которая была за рулем, утверждает, что ничего не помнит. По ее словам, ехала она медленно, что вызывает сомнения у остальных участников процесса. На само заседание наша съемочная группа попасть не смогла. Обвиняемая сторона была против присутствия СМИ. На следующей неделе Новолтайский городской суд может вынести приговор. Мы будем настаивать на строем наказания, на лишении свободы. Потому что таким нет места на дорогах водителям. Это был последний ее вечер. Валентина делала заготовки. В свои 66 она была полна энергии, говорят родственники. До пенсии оставалось всего два месяца. Но до заслуженного отдыха женщина так и не дожила. Фельдшера посмертно наградили медаль из-за чести мужества. Вы знаете, если заехать в озерки в любой день, в любой дом, вам скажут, потому что ее там просто обожали. Даже когда скорая дежурит, звонят и говорят, а кто сегодня на дежурстве, если к оттенем, все, она по всем. Ее будут вызывать, вызывать, потому что ей доверие было огромное. 45 лет мы прожили с Валентиной. Я свою жизнь и сейчас не понимаю в ее отсутствии. Я привык что-то помогать сюда. Если я дома, значит, я ее куда-то повез, куда-то свозил. Где-то ее позвали. Ну, вот этот год уже прошел. Я просто смысл жизни по большому счету потерял. Есть дети, есть внуки, есть родня, есть все, но нет ее. Младшей внучке до сих пор не говорят, что на самом деле произошло в тот роковой день. По версии пятилетнего ребенка, бабушка стала ангелом и улетела на небо. Поверить в то, что случилось, до сих пор не могут и взрослые. Теперь о семейных посиделках будут напоминать только эти видео. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.